Авраам, Ишмаил и Исаак По этой теме, прочитайте, пожалуйста, четвертую главу вот из этой книжки. Вот из этой книжки четвертую главу. Как мы уже говорили с вами, и мусульмане, и христиане, и иудаисты считают Авраама отцом веры. Огромное впечатление на всех нас производит Божий призыв к Аврааму, записанный в Торе, в книге Бытие. Господь сказал Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего, и иди в землю, которую Я укажу Тебе, и Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты благословение. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну. Как мусульмане, так и христиане, так и иудаисты считают, что именно они духовные потомки Авраама и Божьего призвания, обращенного к Аврааму. Давайте разберемся, что же здесь происходит. Именно этому посвятим следующие несколько минут. Как-то довелось мне быть в одной мечети в Филадельфии. Бывал я там неоднократно, но расскажу об одном посещении. В тот вечер имам рассказывал нам, у нас было человек 30 христиан и столько же мусульман, так вот он нам рассказывал о том, что же такое ислам. Он говорил нам о тех столпах веры, о которых сегодня мы утром с вами уже беседовали, столпах долга и столпах учения, столпах веры. И где-то после часа беседы, после часовой беседы пришло время расстаться. И в заключении он сказал очень интересную вещь. Он говорит, если вы вдруг забудете все, о чем я вам говорил сегодня, запомните и никогда не забывайте одно. В исламе нет ничего удивительного. В исламе нет ничего неожиданного. Потому что ислам это естественная религия. Даже без откровения, если вы будете рассуждать логически, рационально, то вы придете к выводам ислама. Ислам это совершенно естественно. Это религия естественного человека. Ничего неожиданного, ничего удивительного в ней нет. Конечно, он не сам это придумал. Он повторял утверждение исламского богословия. Я эти слова уже неоднократно слышал в беседах с мусульманами. Ислам это религия естественного человека. Ничего удивительного, ничего неожиданного в исламе нет. Но кто-то скажет, нет, удивителен Коран, удивительна, в частности, поэзия Корана. Но я сказал ему так, «Можно мне вам кое-что возразить?» Говорит он, «Да». «Ислам, может быть, и неудивителен», сказал я, «Но Евангелие уж точно удивительно». «Выслушайте меня, пожалуйста», попросил я его. И я попытаюсь перед вами рассказать вам об удивительном Евангелии. Евангелие настолько удивительно, настолько неожиданно, что и поверить ему невозможно, поверить в него невозможно, пока Дух Святой Сердца не откроет. Я сказал, «Бог сотворил небо и землю». И в этом согласны все мусульмане и христиане. Всю эту огромную Вселенную, 50 миллиардов галактик, которые обнаружены с помощью телескопа Хаббала. Я в свое время в колледже изучал астрономию, и тогда нам говорили, что существует всего 3000 галактик, а сейчас с помощью телескопа Хаббала обнаружены 50 миллиардов галактик, 3 триллиона, триллионы звезд, огромные галактики. И все это сотворил Бог. И в этом совершенно согласны и мусульмане, и христиане. А теперь самое удивительное. Бог, сотворивший все это, вошел в нашу историю, в Иисусе Христе, в Мессии. Он был младенцем, родившимся в Веслях. Он был беженцем в Египте. Он был плотником в Назарете. На протяжении трех лет он был странствующим проповедником. Негде ему было голову преклонить. Камни становились подушкой его. А это Бог Вселенной. Это Творец всей Вселенной. Бог с нами. Эммануил. А потом его арестовали, его распяли между двух злодеев. И весь гнев Божий излился на него. И он воскликнул, «Господи, прости их, обы не ведают, что творят». Вот что поразительно. И в воскресении Своем он призывает нас идти и нести его любовь всему миру. Вот каково оно, Евангелие. Оно настолько поразительно, сказал я, что естественный человек не может веровать в Благое Вести, пока Дух Святой не откроет сердце для веры. Евангелие поразительно от начала и до конца, сказал я. Ни одна философия, ни одна религия не могла бы помыслить себе Евангелие естественным образом. И вот этот уважаемый имам, доктор исламского богословия Темплского университета сказал, «Не может Бог настолько любить людей. Невозможно это». Я сказал, «Умоляю вас, позвольте Богу вас изумить. Не ставьте Бога в рамку, в рамки». Вы говорите, «Бог ограничен, Бог не может так любить». Может. Позвольте Ему, безграничному Богу, удивить вас. Откройте сердце свое, Его Духу, чтобы увидеть величие и чудо Божие. Но возвращаемся к истории Авраама. Потому что эта история показывает, сколь велик и удивителен Бог. Итак, Авраам и Сара. у них нет детей, и Бог обещает, что будет у них потомство. И потомство Авраама Бог обещает умножить, как звезды небесные, как песок морской. И через семя Авраама благословятся все народы. Но как они благословятся, если Сара бездетна, если Сара неплодна? Проходит год за годом, а потомство все нет. И тогда Сара идет на хитрость. Слушай, Авраам, дам я тебе мою служанку Агарь. И у нее будет ребенок. Мы таким образом Богу поможем обещание исполнить. Итак, Авраам взял служанку. Ничего удивительного. Служанке 30 лет, ну, конечно, она забеременела. Все в порядке. Все естественно. Совершенно естественно. И совершенно неудивительно, что Агарь забеременела, рождается сын. Зовут его Измаил, Ишмаил. Проходит лет 12. Вот Господь приходит к Аврааму и Саре прямо домой. Кажется, в образе трех человек, если я не ошибаюсь. И говорит, слушай, Авраам, сын у тебя будет. Так уже есть, говорит Авраам. Слушай, Измаилчик, иди-ка сюда. Выходит Измаил, да, сынок, привет, Аллилуйя, слава Богу, все в порядке, сын уже родился. Нет, 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 говорит Господь. Будет у тебя Исаак, будет, а сын родится у Сары. А Сара там в шатре, и начинает она усмехаться. Ей-то 90 лет, 89, нет, но все равно слишком старая, чтобы сына родить. моей жене 72 года. Представьте себе, я приезжаю домой, она говорит, милый, я беременна. Слушай, ты как-то быть такого не можешь. Слушай, перестань, не шути со мной так. И сам Авраам падает на землю и от смеха катается по земле, остановиться не может. не может он перенести этого сюрприза, этой неожиданности. Какая-то жестокая шутка получается. Авраам говорит, Господи, благослови Ишмаила, благослови Ишмаила. Бог отвечает, Бог отвечает, Авраам, услышана молитва твоя. Я благословлю Ишмаила. Я благословлю, как ты меня об этом просишь. Бытие 16 глава. Я благословлю Ишмаила. Но, конечно же, как и обещано, Сара забеременела и в 90-летнем возрасте она рождает Исаака. Его называют Исаак, потому что это слово значит смех. Потому что много столетий люди будут смеяться, усмехаться, услышав о том, что 90-летняя женщина родила. Вот вам неожиданное, вот вам сюрприз. Сюрприз от Бога. Интересно в этой связи перечитать послание к Галатам. Четвертую главу послания к Галатам. Четвертой главе послания к Галатам. Мы читаем как раз об этом сюрпризе, об этой неожиданности. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете законы, ибо написано, Авраам имел двух сынов, 22 стих, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, то есть обычным способом, ничего удивительного в Ишмаиле в Ишмаиле нет, а который от свободной, тот по обетованию, по обещанию. Вот это как раз и есть удивительное обещание. И дальше Павел развивает это богословие естественного или плотского человека с одной стороны и, с другой стороны, неожиданного дара Божьей благодати. Павел говорит о том, что, приближаясь к Богу, люди могут действовать двумя способами. С одной стороны, естественный, плотской способ, когда мы пытаемся осуществить Божьи цели, принести Божие царство естественными методами, плотскими методами. Другой подход, это подход, при котором мы открываемся удивительной Божьей благодати, подход Исаака, если хотите. Так вот, во мне, в своей душе, я вижу эту битву, эту борьбу между способом принести царство Божие путем Исаака или путем Исмаила. То есть, борьба не только между Евангелем и Исмаилом, допустим, нет, борьба в моей душе. Борьба между Агарию и Сарой, между Исмаилом и Исааком. Борьба внутри самого Авраама, души самого Авраама. Борьба между естественным человеческим подским и сверхъестественным удивительным Божиим. Вот подробно об этом говорит как раз послание к Галатам. Конфликт настолько обостряется после рождения Исаака, что Сара говорит «Нет, нужно отослать Агарь прочь вместе с Исмаилом». Аврааму это очень трудно принять. Но альтернативы выбора нет, потому что семья в серьезном разладе. И отправляет Авраам Исмаила и Исаака, нет, Исмаила и Агарь отправляют их прочь в пустыню. Они отправляются в пустыню, где нет воды. Авраам дает им хлеба, чуть-чуть еды и немного воды. И отправляет первородного своего сына, первого своего сына, без ничего. Отправляет в пустыню. Представьте себе, насколько оставленным чувствует себя Исмаил. Исмаилу тогда лет 13 отроду. Агарь с ним. Они уходят в пустыню. Авраам был чрезвычайно богат. Были у него и верблюды, и ослы, и слуги, кого только и чего только у него не было. А их он отправляет с пустыми руками. Скоро нечего есть, нечего пить, Исмаил на краю голодной смерти и смерти от жажды, и тогда Господь открывает глаза Агарь для того, чтобы увидеть колодец воды. Эта вода становится спасительной влагой для мальчика Исмаила. Он спасет, он вырастает, ему нужна жена, и Агарь идет в Египет, чтобы найти ему жену. Сравните это с Исаком. Исак богат, он все получил в наследство. Когда нужна Исаку жена, как поступает отец? Ну, отправляет своего раба, своего служителя аж в Месопотамию. И верблюды его нагружены дарами, нагружены богатством, нагружены едой, для того, чтобы найти в Месопотамии среди родственников в жену Исаку. Туда откуда вышел род, и котток был родом, Аврам. Он приходит, он находит эту самую девушку, одарит его дарами, а кто будет искать жену Исмаила? Папе этот сын Исмаил не нужен. Исмаил чувствует себя оставленным, чувствует себя кинутым, чувствует себя брошенным. И знаете что? Вот это чувство брошенности, чувство оставленности в самом сердце Ислама и сегодня. Ислам чувствует себя кинутым. Каждый год во время паломничества в Мекку паломники разыгрывают, воспроизводят эту оставленность. Они ходят между двумя горами. Зачем ходят? Потому что разыгрывают снова и снова, воспроизводят как театральное представление, как Агарь ищет воду для Исмаила, для Исмаила, для потерянного, для заблудшего, для выкинутого ребенка, для брошенного ребенка. Это брошенность, оставленность отцом в самом сердце Ислама. Потом они находят воду, и каждый год они ходят к колодцу, в котором, как они верят, Бог дал воду, чтобы спасти Исмаила, Исмаила. Они берут воду из этого колодца, они возвращаются домой с этой водой, вспоминая о том, что Бог чудесным образом дал воду для спасения Исмаила. И они начинают бросать камни в столбы. Эти столбы символ сатаны, который пытался победить, убить Исмаила. Они бросают камни в столбы и говорят, исчезни, сгинь, сатана. Ты пытался убить Исмаила, ты пытаешься убить и нас, мусульман. Исчезни, сгинь, сатана. Это символическая битва с сатаной, который пытался убить Исмаила. К счастью, мусульмане все-таки верят, что Авраам таки пришел потом туда, где жил Исмаил, для того, чтобы помириться с сыном своим. А мусульмане верят, что Авраам и Исмаил пришли к черному камню и восстановили Кабу, восстановили богопочитание, богопоклонение. Так что по Исламу Авраам в конце концов протянул руку примирения Исмаилу. И было примирение, был мир между Авраамом и Исмаилом. Но вот эта тема брошенности, тема оставленности проникает в самое сердце Ислама. И общаясь с мусульманами, я чувствую, что они хотят, чтобы их принимали, что они хотят сопричастности. Они говорят, мы тоже хотим быть частью этой Божьей трапезы, Божьего пира. Бог четко сказал, что Исаак сын обетования, через него должны быть благословлены все народы. Все народы. Значит, Исмаил, Исмаил через Исаака тоже должен получить благословение. И Бог обещал Аврааму, я благословлю Исмаила. Значит, если мы считаем себя вероприемниками Авраама, вероприемниками Исаака, значит, мы получили обетование и должны благословлять все народы, значит, и мы должны принимать Исмаила. Значит, и мы должны благословлять Исмаила. Значит, и мы должны сказать Исмаилу, трапеза Божия для тебя открыта. Нет больше кинутости, нет больше оставленности. Наше дело, дело церкви, сделает все для того, чтобы с распростертыми объятиями принимать потомков Исмаила. А теперь в самом центре центральное событие паломничества. Это ежегодное жертвоприношение, ежегодная жертва, когда сотни тысяч ягнят приносят в жертву в Мекке, в окрестностях Мекке. Зачем они это делают? Зачем они приносят эту жертву? Знаете, зачем? Вот очень важно. Мусульмане считают, что сын Авраама должен был быть принесен в жертву. Но Бог вмешался и послал Агнца-ягненка как великую жертву. Коран использует слово великую. Великую жертву дал Бог. Вот это и есть эти ягнята, которые приносят в жертву. Они, правда, считают, что сыном Авраама, который должен был принесен в жертву, был Ишмаил. В Коране это не написано, но они все-таки считают, что это Ишмаил. Но они, конечно же, не согласны с библейским повествованием, где говорится об Исааке, но в данном случае это не столь важно. Ишмаил или Исаак, конечно, мы здесь не соглашаемся, но в данном случае это не столь важно. Они считают, что в жертву должен был быть принесен Ишмаил. И вот сотни тысяч заместительных жертв приносятся в окрестностях Мекки для того, чтобы вспомнить о том, что Бог избавил Ишмаила от смерти и в нос на него принес великую жертву. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Один мой друг, живет он в Судане, он верует в Иисуса Христа, но он из мусульман, сам из мусульман, он рассказывает о том, что ему когда-то подарили Новый Завет, он стал читать Евангелие от Иоанна, он читал первую главу Евангелия от Иоанна, и вот когда Иисус приходит к реке Иордан для того, чтобы принять крещение, Иоанн Креститель видит его и говорит «Все агнец Божий, берущие на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, первая глава, 29 стих. И мой друг говорит «Вот теперь я понял, в тот момент я понял, я раньше все время думал, почему мы, мусульмане, сотни тысяч жертвенных агнец, агнец, жертвенных хигняц приносим жертву, и зачем нам сотни тысяч этих жертв, если Бог говорит, что была жертва великая. Жертва великая это ведь одна, зачем же сотни тысяч? И тут, говорит он, я понял, это одна жертва великая, это знак, знамение, указывающее вперед на Иисуса Христа, агнеца Божия. Вот когда он это понял, тогда он стал верующим человеком. Я говорю, а кто же тебе это объяснил? Он говорит, Дух Святой. Дух Святой через эту жертву, которая каждый год приносится, через жертву, о которой знают все мусульмане, когда приносятся в жертву ягнята, когда приносятся в жертву эти барашки на празднование. А мы приглашаем наших друзей мусульман и мы говорим, придите, увидьте, познакомьтесь, встретьте агнца Божия, которая есть жертва великая. Ведь ягненок, барашек, никак его нельзя назвать великой жертвой. Великое должно быть большим, настоящим, выдающимся. Эти жертвы, которые вы приносите сейчас, указывают на нечто более важное, на Мессию, полагающему свою жизнь в жертву за все человечество. Об этом мы с вами еще будем говорить. Но вот жертва Мессии, жертва Иисуса Христа, это великое знамение. Ишмаил чувствовал себя оставленным. Ему казалось, что Авраам его оставил. И в этот самый момент Агарь ищет воду в пустыне для сына. И все это воспроизводится каждый год. И в этот момент приносится великая жертва. Великая жертва как предзнаменование жертвы вселенской. Вселенской жертвы Иисуса Христа. Вот какие темы приходят мне в голову, когда я размышляю об отношениях между Авраамом и Ишмаилом, записанными в Священном Писании. Так мусульмане, арабы, которые стали христианами, например, они вообще простили Авраама за то, что Авраам сделал, как Авраам поступил по отношению к Ишмаилу. Пожалуй, да. Простили. И это прощение также происходит потому, что Ишмаил и Авраам согласно Корану вместе восстанавливали Кабу. Значит, Авраам идет и ищет Ишмаила. Да, Авраам сначала бросил Ишмаила, но потом старик Авраам скорее всего покаялся. Покаялся и нашел сына своего. По крайней мере, Коран так говорит. Нет, но это для мусульманина. Понятно, для мусульманина. Но, когда мусульманин становится христианином, он же понимает, что Коран в данном случае ошибается. Они узнают, что не было этого примирения. Как же быть? Ну, часто они подчеркивают, что Ишмаил получил богословение. Ишмаил получил богословение. Бог сказал, я благословлю Ишмаила. Нет, ладно, Ишмаила, но Авраама-то они простили. Конечно, у них выбора нет. Конечно, прощают. Потому что в Иисусе Христе они должны простить Авраама. Да, вот вам Авраам, отец веры. Замечательный человек, но накуролесил по жизни. Тоже немало. Слушайте, это ведь и нам дает хоть некоторую надежду. Да, Авраам накуролесил, отец веры. И он был прощен. А вот теперь, если посмотреть с точки зрения истории человечества, Ислам, можно ли сказать, что Ислам это Божий путь обращения в веру для последователей Ишмаила, для потомков Ишмаила? Или это, скорее, препона сатаны на пути христиан и препона сатаны на пути людей, на пути покоения людей? Очень глубокий вопрос вы задаете. Пожалуй, наверное, то и другое, и Божий путь, и сатанинская препона. Попытаюсь ответить на это. То же самое с иудаизмом у нас получается, правда? С одной стороны, иудаизм не принимает спасения в Иисусе Христе, и Христи не считает Иисуса Мессией. Павел в послании к римлянам говорит, однако, что Бог не покинул, не оставил иудеев, что Бог совершает свой труд, совершает работу свою среди иудеев, открывает их сердца в полноте спасения в Иисусе Христе. Павел говорит, не хвастайтесь, не хвалитесь, считая себя особыми людьми. Обращается он к христианам в этом момент и напоминает, Бог не забыл свой народ, иудейский народ. То же самое происходит и с мусульманами, с исламом. Бог благословил Ишмаила. Да, Ислам это не Евангелие. Да, Ислам не имеет в себе всей полноты откровений Евангелия. И все же есть в Исламе некое стремление. И Господь принимает это стремление. Я думаю, именно поэтому отчасти так часто бывает, что мусульмане в видениях, в сновидениях видят воскресшего Иисуса Христа. С индуистами, с буддистами такого не происходит. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Но мусульмане мне постоянно говорят, вот мне во сне явился воскресший Иисус, или мне на пути в моем жизни, я же и жизни явился воскресший Иисус. Точно так же, как было с Павлом по пути в Дамаск. Бог как будто говорит, я вижу твое искреннее сердце, я вижу твои ритуальные молитвы, я вижу твое послушание, я вижу, как ты почитаешь, как ты чтишь Аллаха, я вижу, насколько ты искренен, но ты до сих пор не понял полноты Евангелия. Удивительное Евангелие, пока еще не коснулось твоей души, говорит Бог. Вот Бог отвечает на искренность их веры и открывается им. Я сейчас пишу мемуары в соавторстве с одним мусульманским автором, Ахмедом Хайди, он сейчас христианин, он давно уже верует в Иисуса Христа, и вот он мне как-то сказал такую вещь. Он говорит так, я никогда не буду критиковать ислам, потому что ислам подготовил меня принять Евангелие. Даже эти ежегодные жертвоприношения. Он говорит, я задумываюсь, почему продолжают приноситься эти жертвы. Но читая Новый Завет, я понял, это знаки, знамени, указывающие на Иисуса Христа. Он говорит, ислам стал для меня подготовкой к принятию Евангелия. Нет, ислам не Евангелие, но ислам дал моей душе жажду, которая восполнилась, исполнилась только в Иисусе Христе. Я знаю, к чему я иду. Теперь я на пути домой. Я познакомился с Иисусом, я встретился с церковью, но ислам был первым шагом на моем пути. У нас также сложные отношения с иудаизмом. С одной стороны, они признают Бога, и Рохима, но с другой стороны, они не признают Иисуса Христа. То есть, ислам получается нечто похожее. Есть стремление к Богу, но с другой стороны, одного важного шага в Иисусе Христе им не хватает. То есть, сравнение такое обосновано? Да, конечно, конечно, обосновано. Да, да. Можно ли сказать, что можно ли сказать, что иудаизм придуман для того, чтобы увести израильтян в сторону от Иисуса? Нет, нет, конечно, мы такого никогда не скажем. Но ислам, наверное, тоже мы не имеем права такое сказать. Да, это трудный вопрос, я понимаю. Что же, вот эта сага об Раме и Исааке Ишмаиле имеет самое прямое отношение к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Если вы забудете все, о чем я вам сегодня говорил, запомните вот что. Бог благословляет Ишмаила. И церковь призвана благословлять Ишмаила. И часть этого благословения выражается в том, чтобы жить с открытым сердцем. Исмаиле выражается в том, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok